меня зовут игорь мне 22 года родом я из королева московская область я веду свой youtube канал cheeseburger 17 года в самом начале своей карьеры ютуба я начал снимать игру rocket лигу собственно отдачи особо не было я заснял парочку моментиков не пошло как-то я решил просто чисто для себя тогда еще очень увлекался ставками к сгон у меня была парочка скинов на я их вложил и очень одной ставки мне повезло я выиграл керамбит городская маскировка вот тогда я выбил его и собственно побегов с ним я решил сделать его в реальной жизни скрафтил керамбит но на тот момент я еще о ютубе том что вот это можно выложить весь процесс как это сделать на youtube я еще тогда не думал после того как я еще пару видосиков про rocket лигу поснимал я подумал так все я умею крафтить мне надо сделать что-то новое скрафтил еще одни shadow daggers они тогда только-только появились контур страйке это были новые ножи я как раз таки думаю вот новый нож надо его сделать сейчас точно ютубе еще там всякие керамбиты это все делали из бумаги а вот shadow daggers еще не делали я их сделать это очковые ножи и все сразу 600 тысяч просмотров и я понял что надо делать именно поделки на момент начала крафта самого первого ножа из первого видео меня никакого опыта не было в крафте то есть это было для меня что-то новое но скажу честно что все таки я могу себя назвать талантливым человеком потому что меня отец тоже очень умный он практически все можно так сказать умеет у него очень хорошие знания умения в общем мне особого труда не составило в том чтобы изучить что-то новое то есть для себя это ручной труд я просто взял ручной лобзик начал пилить по контуру но хотя многим моим подписчикам кажется это довольно сложно и не удивляется каким образом меня все так получается четко и гладко на самом деле ну ничего сложного здесь нет просто надо все переноровиться осторожненько все сделать и тогда все точно получится мой путь геймера начался с сеги на тот момент это была очень популярная платформа довольно производительной первой игрой стал road rush 2 это гонки на мотоциклах очень увлекательно там присутствуют смачные бои там скидываешь противников так далее очень увлекательно было с другом играть летом вместе на 2 с разделением экрана было очень круто далее в 2008 году у меня появляется первый компьютер мне его дарит отец и первой видеоигрой стал counter-strike source это тогда была очень увлекательная игра с батами правда потому что интернет тогда отсутствовал но все же было очень интересно с 2012 году у меня появляется интернет и выходит на свет counter-strike global offensive тогда я уже начал играть в нее по сети это был абсолютно новый экспириенс когда ты играешь с батами и против реальных людей это действительно совсем другое ощущение 2015 года выходит rocket league я в нее играю по сей день тогда я начал снимать ролики по ней на youtube но дело не пошло вернулся к яс очки заснял по ней видосик по то как я крафчу и все пошло сейчас же я продолжаю обвлекаться rocket league и набираю в ней экспириенс и параллельно еще иногда в свободное время играю в buggy с самого первого крафта и по сей день я продолжаю снимать самостоятельно иногда когда мне ко мне в гости приходит друг я его зову на помощь он делает красивый подсъем полет и так далее а так у меня обычная картинка статичная вы могли это заметить по моим видео снимаю я с самого начала самостоятельно монтирую тоже самостоятельно то есть например я начинаю пилить ставлю камеру в одно место пилю заканчиваю выключая камеру ставлю другое то снимаю другой процесс монтаж у меня занимает в среднем от 3 часов если это ролик про подделку обычную там ножик какой-нибудь если речь идет уже более сложной поделки например пистолет или пистолет-пулемет или даже автомат то тут уже доходит и до нескольких дней все зависит от сложности от того как я хочу подать какую поставить музыку на фон сделать чтобы были красивые переходы плавные там красивый цветокоррекция вот в среднем это занимает от 3 часов и до нескольких дней с 15 года я поставил свой компьютер заменил свой второй intel на fx 8300 тогда это был достаточно хороший прирост производительности я начал монтировать видео рендер был достаточно тот момент быстрый по крайней мере я так считал но сейчас я уже обновился на i7 процессор вообще-то мне кажется хватит этого за глаза и конечно же производительность увеличилась в несколько а то и десятков даже раз ролики монтируются гораздо быстрее у меня появилась возможность снимать в 4к это монтировать обрабатывать также становится очень просто быстро ну и загрузка с тем же создите диском происходит просто взлет система раньше она загружалась по несколько минут а сейчас это занимает всего лишь несколько секунд помимо того что у меня появилась возможность использовать какие-то новые мощные эффекты которые раньше просто компьютер не мог вывести так и сократилось время на монтаж и принципе рендер то есть раньше у меня уходило от трех часов то сейчас это уже занимает от полутора часов то есть ну тут и результат прям налицо для тех кто хочет научиться снимать свои ролики выкладывать их на свой youtube канал я бы посоветовал вам разобраться с вашей камерой главное чтобы это был качественный звук не обязательно иметь профессиональную камеру можно снимать и на тот же телефон главное звук и уникальный контент потому что если вы зайдете на youtube и будете снимать ролики которые уже люди видели то есть например скрафтить если речь идет о крафте тот же самый нож керамбит то людям уже просто будет неинтересно смотреть что они это уже видели и они знают как это сделать поэтому звук картинка и главное уникальный контент